Я хочу мира, перестаньте стрелять, каждый день бахают, что нам делать? Нет, как вчера творилось, я не мог на пол, мы все не могли на пол ложиться. Вон, одного ранили, второго в спину, а у другого в ногу. Мы до перехода добежали, да, сидели там плакать. Спасите детишек Донбасса от армии, что предает. Там мальчик из пятого класса погиб, ведь стреляют в народ. Там дети сидят по подвалам, привыкнув к обстрелам ночным. Увы, Украины не стало, остался чернеющий дым. Вот такие стихотворения пишут сейчас наши дети. Мне не нужно на ногу гулять, стреляют, мы или отправляемся у родителей. Родители разрешают, только день бахают гулять. Только по дворе надо. Вот как сейчас. У нас из всех учеников один мальчик пострадал от взрыва, который 2 сентября прогремел на 15 доме, он находился на улице. Теперь мальчик инвалид. Оно почти возле нас, только через пару путей бухнулось. Вот этот мальчик вчера плакал в переходе. Самое худшее для родителей, когда что-то с ребенком случается. Пусть лучше не знают украинские дети, что такое война. Поэтому дети, они взрослели и жили, привыкали к войне. В 2014 году, когда начиналась только война, попал снаряд. Была воронка. Где-где? На огороде у нас. Вот здесь? Да, тут на огороде. А тут дедушка жил, да? И он в начале 15-м года умер, потому что опять попал второй снаряд, и он перепугался. У него старенький был, и он умер от сердечного приступа. Вот в 2014 году вот тут попал. А, да? Да, он там прям. Ага. А дедушка в каком доме был? Вот тут же. А, ну в этом вашем, да? А вот этот, смотри, это тоже от осколков? Да, вот это все, оно когда тут взорвалось. Вот это же от осколков, да? Вот это все. И вот. Где? Вот вся стена. Ой, 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 вся посвящена. У меня с 2014 года есть осколки, но я их не могу найти. Специально сохранила? Специально сохранила, да, но я их найти не могу. За моей спиной вывеска города Дебальцево в декабрьском тумане. 8 лет назад, зима с 2014 на 2015 год, Дебальцево было в огне и пожарище. Замыкался дебальцевский котел. Мы тогда летом 2015 года приехали в Дебальцево и снимали воспоминания людей, как они пережили эти жуткие несколько месяцев под обстрелами. Так было горячее, что невыносимо, как было горячее. А когда вас называют сепаратистами, вы понимаете это, нет? Какие? Ну какие мы сепаратисты? Просто хочется лучше жить. А мы обыкновенные простые рабочие люди, мы мирные. Сейчас прошло много лет, но детские воспоминания Лизы Скиба и ее мамы, они свежи в памяти. Она до сих пор считает эти дни Дебальцевского котла самыми страшными днями в своей жизни. У меня подруга была, два годика было в 14-м году, когда начиналась только война, Анжелика. Она не помнит ничего. А я помню, как мне было 7 лет или 6, я встала в туалет, только легла и на меня стекла посыпались. На пятый этаж попал снаряд. А вы в многоэтажке жили? Да, в девятиэтажке. А ты была дома, когда взорвался снаряд? Это на пятый этаж сорвался. Ты спала? Конечно. О, ты такой снаряд, бабахнул. Не такой. Лиза. Бу-у-у. Опять стреляют? Часто стреляют здесь? Так, каждый день. Мы спим, а у меня в рот попал, а сиклы на глаза. У нас двери заклинили, мы не могли выйти, орали все люди во всех квартирах. А потом пришли со взломом и начали взламывать двери. Кто? Люди, чтобы помогли людям выйти из квартиры, пойти в подвал. Практически все квартиры в этом подъезде в результате обстрела непригодны для жизни. Во сколько это произошло? Сейчас только пять, наверное, утром. На работу ходим, приходим здесь, кушаем, а ночуем в бомбов-бежище. А если бы Россия не подставила плечо и не начала помогать Донбассу его защищать, что бы здесь было? Ну, здесь бы было, наверное, хуже, чем в 41-м году. Еще хуже, но в те времена хоть мирные жители не страдали, дети не гибли, старики безвинные, которые войну проходили всю. Может, если бы Россия не помогла, наверное, уже бы не существовало бы нас, я так думаю. Потому что помощи ждали большинство от Российской Федерации Владимира Владимировича. А он помогает Донбассу? Конечно. Да? Если бы он не помогал, что было бы? Если бы он бы нам не помогал, тут бы, не знаю, не пустого места, наверное, не было бы. Рот закрыла. Захотела ДНР, хотела в Россию, чтобы я не в Россию. Видите, кто у нас теперь на крыше стоит? Убийцы. Порошенковские, Абаковские. Все. И Тимошенко, и Тягнебока, и Турчинова. Это все убийцы. Они здесь у нас убивают за деньги. Да наши деньги, которых мы не получаем. Каждый день ребенок подсказывают. Как вот это ребенка, можно назвать этого ребенка террористом или сепаратистом? Он что, кого-то убивал? Или в Киеве кого-то он убивал? Что он этого Порошенко или Тягнебока, или Турчинову сделал? Что? У нас возле памятника афганца висел СССРовский флаг. Они его порвали, выбросили и повесили украинский. А если бы у тебя была возможность вот сейчас что-то сказать Зеленскому, что бы ты ему сказала? Ничего бы. Ничего бы я не хочу с ним разговаривать. А чего ты для него желаешь? Самого плохого. Самого плохого я не желаю. Поросенок. Вот он. Мы возвращаемся домой, в Россию. Это кто приклеил? Я наклеила. А где взяла? Ну нам в городе раздавали. А, раздавали? Да. Я думаю, я повешу такое. Мы возвращаемся в Россию. Но вернулись же? Да. Вернулись. Сбылось. Да. Как вам кажется, дети Донбасса рано повзрослели? Рано. Рано. Ну, они знают, они могут уже различать, что летит в нашу сторону, снаряды какие летят. А кто посылает бомбы на Донбасса, они знают? Да, да знают, конечно. Все не знают уже. Вот они, маленькие, взрослые, большой войны. Вот. Я рисовала. Ты чего, танк нарисовала? Да. А там что за девочка возле танка? Убила ее. Кого? Девочку. Ну, это война у нас идет. И девочку убила. Это неправильно. Наш отец, а закончилась рано. Война пришла к нам долго, а люди погибло. Черное небо после войны, но слезы и кровь кругом. Мы же мечтаем, чтоб на планете не было грустных глаз. Мы просто дети ваши, дети, молим, спасите нас. Мы просим вас, люди, покрытимся с кровь от орудий. Спасите нас, защитите нам вас. Пусть навек исчезнут войны, чтобы дети всей земли дома спать могли спокойно, танцевать и петь могли. Чтобы солнце рыбалось, в окнах светлых отражалось и сияло на земле людям всем и нам с тобой. Едем к донецким детям записывать рассказы, как им живется в Донецке, который каждый день обстреливается. Только что позвонила учительница и говорит, вы немножко задержитесь, у нас обстрелы. Центр Донецка, ребята, центр Донецка. Никого это не останавливает. Люди на остановках стоят, да? Все. Посмотри, что. Центр города, центр Донецка. Твою же мать. Кошмар. Кого это? Танки стояли, аптека, пожалуйста. Слушайте, приехал в 60-ю школу Донецка и даже пережидали на окраине, да, Оксана Петровна? Да, потому что был обстрел. Обстрелы. Просто центр Донецка бабахают на каждом углу. Дети ходили в школу, пока обстрелы были не такие интенсивные. С началом спецоперации, вы видите, прилетает, особенно в нашем районе. А как вы себя подстраиваете под эти обстрелы, это уже невозможно. Вот как мы сегодня с вами встречались. Слышишь прилет, да? Пережидаясь. Пережидаясь. Обычно полчаса, 40 минут, потому что может еще раз прилететь. Кошмар. А вы вот так, а вы должны в школу приходить каждый день? А, значит, мы... Как вы ведете заочное занятие? Я как администрация в школу прихожу каждый день. Вот у меня занятия какие-то онлайн по ноутбуку с детьми. А вы их проводите из дома или отсюда? Здесь, я отсюда провожу, потому что я обязана быть в школе. А дети скучают по школе же, правда? Я вот в Горловке первоклассник писал, да. И они говорят, конечно, хотим с одноклассниками видеться, конечно, хотим в школу. И ваши точно так же, я уж понимаю, да? Да, и учителям, конечно, удобнее здесь работать, как всегда. Ну, ничего. Оксана Петровна, у вас есть понимание, за что бомбят Донбасс? За несогласие с официальной политикой Украины. Ну, это же 21 век. Это же, возможно, вообще, этот человеческий ум может это понять. Человеческий ум это не понимает. Для меня это всегда было нонсенс. Но я всегда вспоминаю слова «мама». Когда начался развал Советского Союза, она тогда уже сказала, Оксана, это война. Мы этого не понимали. Да мы даже 10 лет назад, наверное, еще этого представить себе не могли. Не могли. Хотя уже скакали там все эти на Майдане. Когда начались события на Майдане, мы все работали, мы удивлялись. И не скакали. Не скакали. А учили детей. Да. Поедем к детишкам. Вот они невольные, левольные свидетели всего того, что происходит в Донецке. В прошлом году пришли детки, которые ровесники нашей войны. 14-го года рождения. Мы сегодня к ним поедем. И эти дети, получается, ровесники войны, они ни дня не жили в мирное время. Ни дня. Родились в 14-м, 15-м и уже шли бомбежки в Донецк. Война. Война? Что за война? С Россией и Украиной. Кто плохой, кто хороший? Украина плохая, Россия хорошая. А что Украина плохая, Полин? Потому что она начала эту войну. И что делает? Убивает людей. Еще я очень много раз попадала под обстрелы. Где? Не, ну мы когда-то ехали и попали под обстрел. Мы видели очень много скорой и очень много пожарных. Скорой было штук 10. Девочка умерла, когда мы ехали. Нападают артиллерийские, укропские военнослужащие. А почему не знают? Потому что, когда мы соединились от них, хотели быть свободной страной, то они не хотели этого. И еще в Донецке есть шахты всякие, их очень много. И это приносит уголь, золото и металл, всякую руду Украине. Поэтому надо эти территории захватить, да? Да. Враги пытаются все еще проникнуть и проникнуть. Им все равно, хоть в них стреляют, хоть не стреляют. А разве это правильно, что сейчас в 21 веке вот такие настоящие бомбы и снаряды летят на мирных жителей Донецка? Ну нет, это ж неправильно. Донецка же им ничего не делала, ну только ушел и все. То есть дворец культуры «Шахтер», да? Ой, ой, ой. А что может произойти, если прилет сюда попадет куда-нибудь? То, может, дыра будет. В доме? Да. Пробил все этажи и аж в подвале остановился, там хвостовик. Если бы наши дети ходили на занятия, то там, как правило, в это время детки четырехлетние занимаются. Четыре-шесть лет, то есть младшая группа ансамбля «Веснянка». Вот это прилетела первая ракета, и вот видите, зал красавиц, лепка, бронзовые люстры. Кошмар. Кошмар. Кстати, вот это вот зал хореографии, где занимались маленькие дети. Кошмар. И вот если бы в этот момент здесь были дети, то живых бы тут никого не осталось. Это же мирные вешалочки для детей. Для детей, да, они тут переодевались. То есть если бы они здесь были, то вот это все бы на головы посыпалось, а ребенку много не надо. Нет, здесь кирпичи были, это мы убрали. Здесь все было завалено. Ну, я понимаю, да. Здесь детей, ну, целых бы, ну, может быть, кому-то очень повезло, но даже я не хочу думать и фантазировать на тему, что могло быть. А в школу, говорят, какую-то разбомбило-то. Возле Песятки. Возле Песятки. Возле Песятки. Две учительницы убили. Это что? Они где? В школе и были? Да. Не успели спрятаться. И осколки пошли сюда, и взрывная волна, и осколки пошли сюда. И Викторова сидела в ее рабочем месте, и сейф ее даже не спас. Мы иногда у учительницы дома собираемся. Что делаете, учитесь там вместе? Да. А почему в школу нельзя пойти с одноклассниками? Потому что стреляют. Мой ребенок, он не понимает, как это выйти на улицу, где там тихо, спокойно, где не бомбят. Мы этого знаем, а они нет. Они всю жизнь в этом живут. В этих бахах, в этих прилетах, в этих военных. Ну, они постоянно это все видят. И как они дальше будут жить, я вообще не знаю. А что они плохого делают? Ну, расскажите. Бомбят нас. И папу еще бомбят. Что? И папу еще моего бомбят. И папу твоего бомбят? Да, у него в спине прилетел осколок. Когда стрелять очень сильно начали, то мы всегда бежали в коридор, матрасики брали. Стелили и сидели, когда успокоиться. В коридоре сидели? Да. А почему в коридоре? Потому что там безопаснее. А, узкое место, да? Да. Сейчас можно гулять на улице? Нет. Нельзя? Почему? Потому что там бахают, может сплететь снаряд. А кто бахает? Украина. Украина? Угу. Они что, напали на вас? Угу. И что, постоянно стреляют? Да. Страшно? Мы уже привыкли, так что мы уже не сидим в коридоре все время. А что, было что в коридоре сидели? Бывают такие дни были, то есть, что там сильная гупола, и мы бежим в коридор. Или в подъезд. Понятно. Мы на них не нападали. Ну, а они? Они? Да. Они напали на Донбасс? Да. А что они делают? Что они плохого делают Донбассу? Расскажи. Пытаются его завоевать. Каким путем? Убивая людей. Страшно очень. Боюсь. Боюсь, что в Донбасс прилетит ракета. А такое бывает? А вообще, просто побегать по улице, вот там, не знаю, пару часов. Нельзя? Почему? Потому что военные действия идут, мы не выходим. Нам никто не разрешает. Почему? Потому что сейчас война, у нас были тоже в квартиру наши прилеты на шестой этаж. В вашем доме? Да, в нашей квартире. И что там, все разгромилось? Ну, там, нет, там на балконе были прилеты. Осколок долетел на диван, и диван загорелся. Мы шли спасать. Это было в два часа ночи. Кто стреляет по вам? Фашисты. А кто эти вы? Украина. А чего они по вам стреляют? Хотят убить. Они плохие? Да. А хорошие кто? Наши. Наши, это какие наши? Ну, русские. А Украина, ты знаешь, что такое Украина? Да. Это такая земля, которая хочет взять нашу территорию. А вы не сдаете? А мы не сдаемся и стреляем каждый день, чтобы отогнать этих фашистов. Нам приходят сообщения, что убивают, дома попадают. И от этого очень грустно. По крайней мере, сейчас очень громко. Мы сейчас из дома никуда. А вот когда только-только начинали стрелять, мы тут, мы иногда выходили с соседями. И как только начинали стрелять, мы в подъезд забегали. Страшно сейчас жить на Донбассе? В Донецке? Да. Что может произойти? Прилететь. Прилет. И что в итоге прилета будет плохого? Ты умрешь. АПЛОДИСМЕНТЫ В Донбассе Дети сейчас проживают то, что они должны проживать. Детство у детей должно быть мирное. Да, каждый родитель старается сделать его детство счастливым, но счастливое детство, как оказалось, это когда мирное небо над головой. И когда ты, да, ты можешь прийти в школу, у меня много детей в этом году прибыло. Дончан, горловчан, макеевчан, у которых здесь живут родственники, и они могут позволить себе прийти к нам в школу. Это не только в мою школу. Поэтому говорить о счастливом детстве, оно будет. Оно обязательно будет. Мы раньше гуляли, ходили на улицу, ходили в школу. И раньше Настя попал обстрел в ногу. Не понял. Настя попал обстрел в ногу. В шесть лет. Я была у подруг, у Милы и Сони. Потом мы гуляли на улице, потом началась гроза молния, мы пошли в дом. Это ли это было? Мы гуляли в доме, потом началась гроза молния, и в нас попал снаряд. Мы испугались, побежали на кухню. Я сначала ничего не поняла, потом у меня заболела нога, и я посмотрела, и у меня был в ноге снаряд. Осколок. Осколок. Мы бежали, и потом что-то с мамой, мы где-то спрятались. Мама уже была не жива, к нам подъехала специальная машина, нас отвезли в больницу. Осколочные ранения. И вот, все так и сложилось. Да, у нее вот в височной части два шрама, у нее два мелких осколка. И их тоже нельзя убирать? Нет, сейчас сказали, их не следует трогать. Пока они закапсулированы, пока она растет. Я не хочу вытаскивать осколки, пусть они там лучше останутся. А почему в лисе? А почему не хочешь в лисе? Потому что я боюсь операции. Плохо. Да, очень плохо. Потом, когда был пролет, мы просто начали спать в перегородке, потому что нам стало страшно. Когда вот в первый раз... Мы раньше не спали, вот когда в первый раз в нашу квартиру прилетело, мы заложили постель и начали там спать. Каждый день. Мы еще с нашим соседом спали. Он наш друг Дима, его зовут. Кому прилетали снаряды за дом. И Алена, его мама говорила, что у них чуть окна не вылетели. А, перегородку сейчас. Это наше спальное место. Мы здесь раскладываем постель вот так. Вот так мы раскладываем постель и вечно выбираем, кто где спит, кто-то здесь спит, кто-то посерединка, кто-то здесь. Это наше самое любимое место. Это получается одна квартира, вот вторая квартира и вот здесь пол-коридорчик. А вот здесь живет наш сосед. Это где Дима живет? Да, Дима его зовут. Он тоже с нами спит. Придется нам тесниться, потому что у нас уже трое. Мы вот каждый день говорим, лучше потесниться, чем закончить свою жизнь. Диана, давай. Я даже не знаю, за что они бомбят. Здесь живут мирные люди, которые хотят просто жить. Которые хотят тихо, спокойно выйти на улицы, ходить на работу и воспитывать своих детей. Просто уже все люди просто очень сильно уже устали от этого всего. Очень страшно за наших детей, которые не видят детство. Это просто все очень страшно, что здесь происходит. Какие идут обстрелы, как погибают мирные люди, дети. Это все просто очень сильно страшно. Это все очень страшно. А почему нельзя в школу ходить, Вика? Потому что война и можно в любой момент прилететь. А ты слышишь все эти прилеты? Угу. Я слышу все прилеты, как прилетают на Азотный, в город. К нам один раз прилетала на школу. На школу? Страшно? Очень. А чего Украина с Россией воюет, не знаешь? Потому что Украина хотела, чтобы Донецк был частью Украины, а мы не захотели. Вообще я не хочу войны. Я хочу мир и дружба. Я не хочу, чтобы люди умирали от этих баха дней. Чтоб дома не рушили. Я не хочу вот этого. Я просто не хочу этого. Сильно я не хочу. Я часто слышу, аллея ангелов – это выдумка, это придумка. Это не выдумка. Кто бы там что-то мне говорил, что это фейк, выдумка. Нет. В Донецке созданная аллея ангелов – это действительно аллея тем деткам, которые не только родились до начала, там, 14-го года начала активную фазу боевых детей, а которые родились уже и, к сожалению, уже их нет в период войны за эти 9 лет. Это, наверное, самое страшное горе. В России всегда говорят, что когда родители переживают своих детей и хоронят своих детей. Это, наверное, самое страшное. Одно дело, когда это взрослые люди, которые… Ну, ополченцы, призванные, да. Да, там взяли в руки автоматы и защищают родину, защищают своих родных, близких, защищают свою землю. И то, это очень больно, это тяжело. А когда гибнут самые маленькие, это не передать словами. Есть очень хорошая песня, которую написал, ну, ныне же, к сожалению, он погиб 9 мая прошлого года. Это автор-исполнитель, он песня Сергея Лисенко, песня называется «Ангел». Мама, мне здесь хорошо, я всегда гуляю, словно птичка в небесах, над тобой подыхаю. И незримо я с тобой, не грусти, родная, я ведь ангел, и теперь я вас охраняю. У вас есть ощущение, что дети Донбасса слишком рано повзрослели? Это не ощущение, это реалия. Это, к сожалению, реалия. Они хотят мир, они хотят гулять, они хотят действительно, чтобы у них было детство. Так получилось, к сожалению, и у моей дочери. В 9 лет ее война застала, вот ей сейчас уже 18, тем не менее, как бы, и выход со Славянска, и ранения. Папа с мамой видела, то есть, как бы, и сама, скорее всего, получила контузию в результате этого обстрела. Тем не менее, как бы, наши дети действительно, они не то, что наиболее приспособлены, наверное, к жизни. Они действительно стали старше, они стали взрослее, мудрее. Вот даже, обращая внимание, общаются с детьми, детки, которые приехали, ну, с глубинки России, которые не знают, что такое обстояло, что, допустим, и наши. И вот насколько вот наш раз, там где-то звук какой-то, он прислушался уже где-то, он аккуратненько где-то уже прижался, где-то ужался. То есть, как бы, вот эти все вещи, к сожалению, вот такие есть. Да, много детей погибло. Аллея ангелов в Донецке продолжает расти. Вот буквально позавчера погибла... Шесть лет. Шесть лет девочка погибла при обстреле, гуляя в песочнице. Это в голове не укладывается. Неужели же этот шестилетний ребенок, или вот те дети, которые погибли до этого, а их уже не десять и не двадцать... Вот та Аня, которая погибла на пляже... Да. Она что, была среди танкистов, артиллеристов? Она была на пляже? Абсолютно. Ну, этого никто никогда не простит. Никто этого не примет. То есть, об этом, об этом... Меня всегда поражает, когда вот вся остальная общественность, там, европейская, они видят Украину, но не видят того, что происходит здесь. И когда звучали слова, а что, по вам стреляли? А что, у вас кто-то погибал? Ну, вы меня извините. И стреляли, и погибали, и погибают. И этого никто никому не простит. А ты знаешь об аллее ангелов в Донецке? Конечно. Меня нашли знакомые, которые сказали, что все это пропаганда и придумка. Я, да, слышала об этом, да, со стороны Украины. И в ТикТоке, и в интернете везде гуляют видео, ролики. У нас даже с нашего поселка девочка, ну, Саша Мамедханова, тоже погибла. Дети за что? Вот они за что? Вот такие крохи, за что они погибают, да? Да. Ну-ка, все помогли. Слушай, а что, на шпагат-то спокойно садишься? Да. Можешь сесть на шпагат? Да. Тапочки сними. Правда, уже не так, скажи, но... Эть, пожалуйста, все как положено. Молодец, класс, отлично, отлично. Ну, скажи, не так все равно, вот уже не ходим. Ну, ничего, навыки есть. Я хочу стать ифтеологом, ифтеолог такой человек, который исследует рыб и океаны. Вот я решила познавать мир, как выглядит океан сначала. Кто там на глубине океана плавает. Хочу рыб всех изучить. А уже каких-то знаешь рыб? Не знаю. А каких? Рыба-капля, акулы там разные еще. Акула-молод, акула тигровая, китовая. Китай еще знаю, синего кита. Но ты до океана еще не добираться ни разу? Нет. Какой в тебе представляется океан? Большой очень. Когда тебя повезут океан, скажи? Когда война закончится, вот. А как думаешь, скоро закончится? Скоро, очень. Веришь в это? Да. Ну, я легом увлекаюсь. Лего? Да. Есть такое? Да. А где далеко, покажи. Ну, что-то к тети приехали, не на туалет. Я тут уже собрал. Это он пока ждал, собирал. Покажи. А это что ты собрал? Ну, машинку маленькую. Из река, да? Ну, да. Это твое самое главное увлечение? А, еще самбо. Самбо? Да. Ты ходишь на тренировки? Ну, ходил. А ты знаешь, кто в России президент? Владимир Владимирович Путин. А ты не знаешь, каким видом борьбы он занимается? Нет. А вот таким же, как и ты, самбо. Для начала пошел в бокс. Мне быстро там просламили нос. И поскольку я долго не мог ходить на тренировки, как бы это, мой бокс постепенно ушел. Вот потом, когда обратил внимание на борьбу сам. А ты бы хотел с ним встретиться? Хотел. Хотел бы с Путиным встретиться? А что бы ты у него спросил? Не знаю. А как тебе кажется, он защищает твою родину? Да. Защищает? И Горловку, и Донбасс? Да. Увела меня дорожка. От лукошка в темный лес. Я не малая лукошка, а колсинку сел с собой. Я соглядывал под кучки, под белесы бни. Ох, и хитрые грибочки, где спрятались они. Сля искал их под осины и под летосы сля. Видно, я большой колсин, и все грибы перепугал. И когда-то в кошелку ходила, и нам дали, и я слепила тут. Вот, я матрешку. Вот, и я цыпленка нарисовала. Я занимаюсь гимнастикой, художественной гимнастикой. Прикольно. Назад. Давай. Назад не получится. А что это не получится? Все у ребенка получится. Класс. И кольцо. Давай. Опа. Класс. Опа. Ну ты молодец. Тебе нравится это, да? Да. Понятно. Слушай, ну сейчас... Да, вот я хотел... Ага. А почему? Потому что сейчас нельзя, стреляют громко. Поэтому школу пока что закрыли. А гимнастика находится там, где и художество, там, где и школа. Мы с Сашей раньше занимались на гимнастике. Пошла война, и мы больше не занимаемся на гимнастике. Кермо не будем никогда заниматься там уже. Потому что после войны мы не будем пока заниматься... Ну, пока не будем. Потом будем. Вот, это мои медали. Медали. А это Диана. Нет, Лера, это наши все. Это все наши медали. Это все наши медали. Все наши. А что это? За что медали? На гимнастику. У меня когда-то были полотна. Мы у бабушки брали две высокие веревки. И я занималась на них. Знаю немного трюков страшных. Их когда-то исполняла даже. А сейчас не занимаешься, потому что война идет? Да. Все цирки, вот, все закончилось. Кстати, Лера, зачем ты собрала мои немного медалей? Лера, это моя медаль тоже. Папа тоже, спасибо. Слушай, мои медали, вот эти. Две, мои две. Все понятно. Даже на площадке у нас там стоит две трубы, и мы на них занимаемся. Но мы не можем, потому что сейчас война. Она не дает нам ничего сделать. Даже нормально в магазин сходить. Мы когда-то вот были в магазине и тоже попали под обстрел, потому что в магазин попал снаряд. И это уже не было один раз. Лерка забрала мои немного медалей. Мне же больше, чем Лерка. Это мой самый любимый тюк. А еще я занималась гимнастикой. У меня очень много грамот и медаль. Это интересно, конечно. Это мои грамоты. Занималась, а сейчас из-за войны не занимаюсь. Да. Вот все грамоты. Ты в гимнастике, да? Да. Ага. Много. Целый альбом. А скучаешь за гимнастикой? Первое место. Полин, скучаешь за гимнастикой? Да. Там были все мои подружки. Сейчас вам нельзя собираться, да? Да. К сожалению, да. Это какие? Это первое. Сколько их первых? Не знаю. Я их не считала. Просто зарабатываю. О, ничего себе. Ничего себе, сколько у тебя наград. Это моя кролиха. А как ее зовут? Пуля. Пуля? Да. А почему Пуль? Потому что я так назвала ее. Быстрая просто. Вот так, как бегает. Раз, и все. Ага. Уже сбегала от нас. Да? Да. По квартире? Угу. Бегала? Да. Так может она тоже прячется от баханий? Ну да. Она боится тоже, как думаешь? Да. Бутся в полях снаряды и мины, забыли мы звук тишины. Но мы же дети мечтаем о мире, мы не хотим войны. Гибнут наши отцы, наши братья, может, не станет и нас. Дети, бросьте, взрослые дяди, пусть будет мирным до вас. Мы просим вас, люди, мы кричим через крохота руки. Спасите вы нас, защитите дома. У нас два кота, собака и попугай. Так у тебя третий класс? Да. А школа вот под боком, да, 114-я? Да. Ух ты, а тут тебе вообще на перемену можно домой бегать. Бегаешь? Неа. Чего? Не пускают. А, не пускают сейчас? Да. Почему? Очень громко стреляют. А кто стреляет? Украинцы. Вот, пожалуйста, 114-я школа. Ну, у меня давно, а крыша недавно. Недавно, да? Да. А здесь, а это, ой, мама, господи. Это вот осколки, от осколков вот это все, да? Да. Оскола спасает немножко дом. А, закрывает, да? Четвертый, третий, да, немножко. Закрывает. А пятый, шестой, вон, окна у людей, где открыто. Тоже от осколков посещено. А вот там, вот туда прилет был, я так понимаю. Вот туда был прилет прямой, да. Там Александровка, там криминальный. Вот прямой, видишь, туда было. И отсюда вот идти для стопы. Вот ямы, дорога, это все. Вот это все. То есть вот это была фирмочка, да? Да, это была небольшая фирма. Которая делала ванны. И все, пожалуйста, прилет. И все разрушено. А рядом школа. Туда полетели осколки. Никаких военных здесь, как я понимаю, и близко не было, да? Даже в страшном сне не могло присниться, что глава государства может развязать войну против своего народа. И что значит воевать против своих детей? Вот как это можно? Вот смотрите, по Горловке, только за вот этот период с февраля месяца, с февраля месяца, 49 учреждений образования Горловки и 112 повреждены. Причем, есть учреждения... За месяц? Нет, с февраля по сегодняшний... А, за время СВО? Да, да. Так вот, есть учреждения, которые пострадали несколько раз. И я хочу сказать... А погибшие были? Да, дети у нас есть погибшие, 22 ребенка, к сожалению. Но за этот период, это за весь период войны, за весь период войны 22 ребенка. Причем от новорожденных, который с мамочкой погиб, до 18-летних. Вот буквально недавно у нас погибла девочка, которая должна была 1 сентября пойти в первый класс. В совершенно мирном поселке, микрорайон-строитель, возле своего дома. Она играла со своей сестрой, с подружкой. Вот поверьте, в Горловке живут герои. И работники школы, работники школы, даже слыша гул за окном, они убирают стекла, выносят. Они уже там вот... То есть, понимаете, вот настолько вот это стремление все убрать, застеклить, закрыться, чтобы было тепло, чтобы было хорошо, чтобы был мир. Вот так скажем. Чтобы был мир. Я правильно понимаю, что если бы не было в Горловке вот этого заочного обучения, да, а были бы в школах дети, то в той же 30-й школе были бы обязательно пострадавшие. Что вы, конечно. И не только в этой школе. Если бы дети были в школе, то мы бы имели погибших детей и в 50-й школе, и в 30-й школе, и в 58-й школе, и в 68-й школе. То есть я могу перечислять и перечислять. И в детских садах в том числе. Вот вопрос. Это доставляет удовольствие украинским фашистам? Вот это удовольствие доставляет уничтожать учреждения, где занимаются дети. Ведь оно же никакой не представляет военной угрозы. Абсолютно. Но мы дома были. Мы, в принципе, даже хлопок услышали. Но дома у вас есть дом и есть летняя кухня, да? Есть летняя. Вы были в доме. Пристройка, да, да, да. Почему была? Ну, ее не стало, когда мы вышли на порог. Окна нет. Да, беседки нет. Двухэтажного нет. И еще, получается, летняя кухня пострадала. А у вас не было вот таких мыслей? Вот почему я простая учительница, да? Я не ополченка, да. Я не артиллерией руковожу. У меня здесь нет танка во дворе. Почему прилетает к мирному человеку? К педагогу. Да, да. Те, которые здесь, да, живут, хотят жить, работать, учиться очно, а не на дистанции, да? Мама, такую секрету откроем. Мамы будут рады. Сюда, иди-ка, будешь. Мамы сейчас вообще будут очень рады. Вот такой нагод для отбора. Это у тебя ухо, значит, увеличишь количество. И это еще не все. Дальше открываем. Какой такой неоткрывающийся. И самое интересное здесь, знаете, что это вот эти фломастеры. Ими можно рисовать на белых футболках, на кроссовках, на светлых джинсах. На маминых. А они потом смываются? Нет. Они не смываются. Можно нарисовать кошку, любимого там хомячка. Не, она, где-то что угодно. Да. И если они вдруг подсыхают, это вечный фломастер, туда нужно капельку спирта. У папы точно найдется капелька спирта. И они поправненькие. Нравится вам? Кто у нас там врачом собирал? Ветеринаром. Кто собирал? Я. Вот на белом халате будешь себе потом что-нибудь расстирать. Полин, нравится? Да. Вам нравится? Да? Держи, Катюш. Забирайте. Теперь у каждого такой будет свой. Держи. Тебе. Тебе. Держите. Рисуйте и учитесь хорошо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Война, война, а ребенок все равно занимается, да? Занимаемся, живем. Вот за что вот эти крохи, вот Соня родилась в годы войны, да? Родилась, ни дня мирного еще не прожила. Восемь лет, да? Да. Восемь лет. Родилась в четырнадцатом, уже бахали. И продолжают бахать, да? Ну да, мы как раз... За что эти дети заслужили вот такое? Я не знаю, за что им выпало такое наказание. Наказание ужасное. Было очень страшно. Я боялась, как родители сказали, уезжайте отсюда, иначе не будет ни вас, ни ребенка. На протяжении восьми лет просто ни одного дня тишины здесь не было. У нас вот с утра до вечера вот встаем, вот это в семь утра они начинают, и до девяти вот так вот. Ты уже дважды за время войны родила двоих детей. Вот она Викуля, и там еще... Последний раз, ну, я вот родила четыре месяца назад, тоже под обстрелами. У нас возле больницы прям падали снаряды. Вот, ну, тоже с маленькими детками выбивали, по коридорам сидели, вот. Еще в больнице было, когда большой осколок нашли. Да, после больницы большой осколок от ракеты лежал. Да, ПВО сбила ракету, которая влетела на Донецк, вот. Ой, тяня Боже, разбудили. Ну-ка, на кого похоже? Вика, на тебя похоже, нет? Да. Ну, что-то есть. Вот она, бедный ребенок, рожденный в войну, да? А что делать? Жизнь должна продолжаться. Не в сорок же лет, правда же? Ну, да. Малышка, мира тебе, конечно. Нас, может, вытесняют, потому что мы разговариваем на русском языке. Вообще, ну, никто никогда не мог подумать, что такое может произойти, такое может случиться. Честно, сейчас такое впечатление слаживается, что у нас не было другой жизни, потому что уже на протяжении 8 лет мы живем вот так вот. Ужасливо. Вот у нас буквально месяц назад прилетел под дом снаряд. Соседям всем окна разбило, у нас осколком только одно. У нас в зале осколком окно. Ребенок сидел, телевизор смотрел, себе никого не трогал, снаряд. Вот у нас, смотрите, был, да, осколком разбило. Это осколок? Был брилет, да, там напротив, через дорогу, там прилетело осколком. У нас у всех соседей подвело окна, там вот осколочек залетел. А это значит, где-то вот здесь бабахнуло на улице, да? Да, 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 напротив дома прям ужасно. Вон там вот, там яма большая, но ее сейчас не видно, она вон там вот далеко. Ну вот посмотрите на потолке, это вот тоже нам уже в 14-м году прилетало, у нас не было ли окон, это мы новые окна ставили, вот отосколков. Это осколков? Да, вот в стене отосколков, это все отосколков. Да ты че? Так а представь, если здесь кто-то что-то... Ну, он, да. Слушай, а вот у вас такие царапины на потолке, это что такое? Это рядом с домом разорвался снаряд и осколки полетели по всей комнате. По всему дому? Да, вот над моей кроваткой, над моей кроваткой влетел осколок. Да каждый день здесь стреляют, каждый день падают. Живешь каждый день в страхе. Если не защищала нас Россия, то мы просто без Донбасса не могли жить. Нам жить надо еще долго и счастливо, без войны даже. Это да. Живешь каждый день в страхе. Вот проживаешь один день и как-то прожила, да и хорошо. То есть безопасных мест в Донецке нет? Нет, нет. Если раньше были еще теловые районы, сейчас нет. Это страшно везде и страшно всем. И вот ты уходишь из дома и ты просто не понимаешь, ты вернешься? Вернешься или нет, да. Да, сводки. Телефон лежит, ты работаешь, да. Сводки приходят, телеграм, смотришь и все. И боишься, чтобы не пришел Кубышевский район, админпоселок. То есть реально страшно смотришь. У нас группа наша есть в Телеграме, админпоселок. И те, кто здесь находятся, люди, когда обстрел, они сразу выставляют какие-то новости, ты хоть понимаешь, что и как. Домой едешь, ты листаешь сводки и читаешь, где прилетает, где, ну, чтобы как-то обезопасить себя. Где-то что-то переждать в какой-то момент. А хочется мира? Конечно, хочется. Хочется, чтобы дети ходили в школу, чтобы они спокойно вышли на улицу погуляли. То есть на улицу не выходят, не гуляют. Ну, максимум, может, там, да, если тихо, они могут с бабушкой сходить в магазин быстренько и обратно. Но быстренько. Быстренько, а и то мелкими перебежками. По центру города лупят, дети погибают. А вот по Донецку, а по Донецку постоянно прилеты. Мне так эта ситуация задела до души. Я же сама плакала, когда мать, ребенок ее в автобусе ехал или трамвай, я не помню, что это было. И мать подходит, и она понимает, что этот ребенок в этом трамвае сгорел. Она так плакала. Мне, когда за детей тема идет, очень жалко. Я, когда Ангелиной забеременела, только начиналась в Славянске война. Ну, и как бы и ребенок в первый класс не пошел у нас из этой войны. Печально, вот знаете, о том, что думать, неужели я мать такого прекрасного ребенка, а я не могу ее защитить. В любой момент может прилететь. И в подъезд, и в квартиру, куда угодно. И в подъезд, и в квартиру. Нет, у нас, когда вот это вот, мы же живем возле 50-й школы. Ой, это которую разгромили. Которые разбомбили, да. Мы в этот момент были дома, когда две учительницы погибло. Нам прилетело, нам это, пробило осколками балкон. Мы падали на пол просто от страха. Я потом еще, наверное, две недели не могла на улицу выходить. Мне страшно было. Сейчас более-менее адаптируюсь к этому. Но все равно страшно. Страшно за своего ребенка, за свое будущее. Террористы, которые стреляют, их стреляют. Мы же-то все вокруг происходит, города. Мы-то слышим, куда стреляет наша армия. А они в ответ вместо нашей попадают по домам. Я не знаю, что это за воины такие. Видимо, просто запугать нас хотят. Мы хотим мира, мы хотим жить. Мы хотим своих детей в школу. В школу самое элементарное, чтобы дети. У меня в этом году пошел ребенок первый класс. И мы, ну как, мне ребенок не знает, как это сидеть за партами. Мы хотим мирной жизни, воспитывать детей, ходить на работу. Нам, в принципе, больше ничего не надо. Чтобы нас не обстреливали. А не сидеть в коридоре, на площадке. Прятаться от этого всего. А вот эти перебои с водой в Донецке, это тоже последствия войны? Конечно. Они же перебили фильтровальную станцию. И начались перебои с водой. Ну, мы уже привыкли. Раз в три дня, и на этом спасибо. Вот здесь у нас на районе, на Брикетной, ни у кого нет воды. Кошмар. То есть в Донецке там дают день через трое, в Янадьево день через трое? Нет, у нас вообще вода не поступает. А все перебито? Мы покупаем воду. Подожди, все перебито из-за этого? Ну, я не знаю, наверное, перебито, но воды с марта. Ни разу не давали. В квартире вода ни разу с кранами шла. А как вы воду справляетесь? Мы питьевую воду всегда покупаем, а у нас в Александровке бабушка живет. Есть колодец, и мы оттуда воду возим. Машина есть? Да. И вот это все между перелетом и облётом? Папа ездит в Александровку. Вот. В Александровку ездит, набирает воду в колодцы. Ну, вот привозим у нас в баклажки. У нас было пол, пол, вот это... У нас, да, много бутылок, папа сейчас уехал. Короче, где питьевая, где техническая, да? Нет, это все техническая питьевая. А как ты стираешь, что скажи? А стираем и воду заливаем в стиральную машину. Нам не надо рассказать, кто нас, да, обстреливает. Мы сами видим, то есть, да, это сейчас ребята там отогнали пески, да, подальше. А тут пески прямо рядом, под боком, да? Два километра, да. Два километра до песок, и там укропы. Были, да, но сейчас наши ребята отогнали. А, отогнали, слава богу. То есть, а те годы, да, на протяжении восьми лет, да, мы-то прекрасно знаем, откуда летит, куда летит. То есть, нам не надо... И что летит. Да, нам не надо рассказать, то есть, мы уже, как бы, да, мы по звуку уже понимали, что летит в нашу сторону. То есть, уже настолько здесь народ к этому, да, вот всему. Страшно сказать, но привык. Уже просто мы привыкли, да, к этому, поэтому... Ты читаешь мои мысли. Буквально месяц тому назад прилетела в соседний дом на двухэтажке Аляблева возле Жека. Мы очень сильно испугались. Это хорошо, что я схватила быстро своих детей, что мы быстро скрылись в туалет и сидели. У меня дети уже знают, ну, как ребенок старше знает, как это прятаться об обстрелах. Она ложится на пол, закрывает душ, открывает рот. Вот это прилет. Это прилет? Это прилет? Это от нас? Нет, это прилет. Прилет? Это прилет, да. О, Господи, Боже мой. Да, это прилет. О, но это далеко. Это далеко. Да, это далеко. Да, да. Мы очень ждали, что нас защитят. И мы ждем до сих пор. Восемь лет ждали. Мы восемь лет и восемь месяцев мы сидим в очень сильных боевых действиях, которых не было. Как, ну, были обстрелы, но не такие, как восемь месяцев. Были и серьезные обстрелы, когда шахты обстреливали, целый день обстреливали. И сидели, слушали. И школу обстреливали. Мы сидели очень в таком пресерьезном обстреле. Два часа причем. Два часа. В подвале. Посекундные были прилеты. Вот. И сидели, надеялись и надеемся, что вот оно вот-вот и закончится. Вот-вот и закончится, а оно все не кончается и не кончается. Сюда был снаряд. Снаряд зашел вверх в конек. Зашел в конек. Через крышу? Через крышу зашел в крышу и взорвался уже где-то под полом. Вот здесь фундамент, где оно становится. Слушайте, ну вот родственник, дедушка, вот представьте, да? Она пять метров правее. Я представляю. Ужас. В этот момент. Мультики и новости смотрю. Мультики и новости. Угу. А что интереснее смотреть, мультики или новости? Новости. И фильмы еще люблю. Новости интересные. Там же рассказывают просто постоянно, что горловку бомбят, да? Да. Разве это интереснее, чем мультики? Интересные. Я уже знаю, что эта война идет долго. А когда закончится? Скоро. Да. Вот уже говорил Путин, что вот скоро закончится, а она никак не заканчивается. Все этого уже хотят. Все ради этого воюют, чтобы город был у нас прежний, как раньше. А какой ваш город? Донецк. Донецк. Ну, страна Россия, а город Донецк. Я знаю столицу России. Какой город? Москва. Город Москва. Была там? Нет. Хочешь побывать? Да. Хочу. Понятно. А кто руководит Россией, знаешь? Да. Кто? Владимир Путин. Ты его знаешь, как он выглядит? Да. Видела я его где-то? Нет. Ну, только на телеке. Владимир Владимирович. Знаешь Путина, да? Да. А он помогает Донбассу? Да. Как тебе кажется? Помогает? Да. А помогает что делать? Выживать людям. А ты знаешь, кто руководит Россией? Путин. Путин хороший или плохой? Я думаю, хороший, потому что он нас защищает. Он защищает? Угу. Он очень добрый. А он Донбассу и Донецку помогает? Да. А чем? Пытается его освободить. А если бы ты с ним повстречалась, что бы ты у него спросила? Скоро закончится война. Угу. А сама как думаешь, скоро закончится? Я думаю, что скоро, потому что наша это сила. Он по телеку показывал, кого выбрать. Украину, чтобы Путин был за Украину или за нас. Он выбрал за нас. Им нужна только эта территория. И начали нас уничтожать. Хотя мы не хотели этого. И почему-то вся территория Украины, она молчала. Хотя, когда нас уничтожают 8 лет, они молчали. Они ничего не сделали. Они не вышли на митинги. Они не стали говорить, что ребята, что вы делаете? Зачем вы убиваете людей на Донбассе? За что? Ни Одесса, ни Криворог, никто не поднялся за нас. Если бы Россия не защитила Донбасс, что бы тут было? Нас бы уже здесь не было. Нас бы однозначно, как сейчас Украина заходит на территории, всех подчищает, нас бы однозначно здесь не было. Мы бы уже лежали где-нибудь в Ниле. С населением был бы расстрел, мародерство, убийство, изнасилование. Как это было с нацбатальонами, да? Там вот в Иловайске, когда в 15-м году они входили. Слышали про эти истории? Да, я слышала. А в Харькове как они? А говорят, что это все пропаганда российской придумки. Нет, это не пропаганда. Просто у нас есть знакомые из тех территорий, которые звонят и говорят, что они там творят просто ужасные вещи. Мы это все видели, мы это все… Слышали. Слышали, да. И пережили, и переживаем до сих пор. А если бы Россия не подставила плечо и не стала помогать Донбассу, что бы здесь было? Что бы было? Я думаю, стерли просто с лица земли и все, как это происходит. Нас бы не было. Нас бы всех убили. Потому что мы видим, что творится сейчас на тех территориях, которые отдали. Ну так получилось, да, что они их отдали. Какое там идет расправа над людьми. И мы прекрасно понимаем, что бы нас, ну нас бы не было. Нас бы просто всех расстреляли и все. А кто для тебя Зеленский? Зеленский? Ну, как бы мне так, ну для меня, да, просто человек того, которого поставили, и просто им манипулируют. Просто он выгодный человек для них. Зеленский, который просто играет жизнями, суднами людей. Он, ну, по моему мнению, он не жалет ни своих людей, то есть, да, на Украине, которые... Которых в пекло бросают. Мало того, что в пекло, ну так еще и его люди также страдают, если он кричит, что Донецкая, Луганская область, да, это Украина. Ну, тогда как это все назвать? Тогда зачем ты бомбишь свою Украину? Да, свое, да, свое, как бы, да, население. Комик. Он как был комиком, он так и остался. Ну, это, это не президент страны, это... Когда он был, вел 95-й квартал, он мне больше нравился, чем сейчас. На данный момент, это то, что показывает, то, что это... Это ужас просто, что они там творят, как это... А он заслуживает какого-то наказания? Ну, я думаю, его накажет... Он ведь одещан Украине. Я думаю, его, он накажет его Бог. Это точно. Его накажет Бог за все, что здесь происходит. А кто для тебя страшнее, Порошенко или Зеленский? Мне кажется, они одинаковые. Они, что Порошенко уничтожал людей, что Зеленский сейчас уничтожает людей. Поэтому абсолютно... Обещали мира. Ну, мы так и... Я не знаю, дождемся мы его когда-нибудь или нет. А веришь, что дождетесь? Да. Верим? Да, да. Верим. Их связывает злоба. Ужасно. А вы верите, что победа скоро будет? Будет куда-нибудь. Конечно, все встали на защиту. Сколько пацанов, сколько кругом знакомых. Ушли все отсюда. Плюс Россия помогла, привела своих. Чтобы усилить наших. Чтобы мы смогли победить. А скажите, ну вот у всех... Многих людей такие мнения? Встречаются такие, которые по инерции верят дальше. Потому что их не коснулась беда. Как только их коснется беда, они сразу начинают понимать, кто хороший, кто плохой. Так, все, кто в своем уме, они понимают, что Россия с нами. Мы победим. Вот все в это верят? Да, да. Мы здесь. Так бы нас уже не было. Мы уже уехали. Но мы все здесь. Мы хотим жить здесь. В своем доме ходить. В школу свою любимую. Работать. Детей наших. Видите, и детей много осталось, конечно. Родители не уезжают. Но страшно. 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 Очень страшно, да. Страшно, но хочется верить все-таки, что... Все-таки и в школы прилетает Донецка. Да. И в дома прилетает. И в больницы прилетает. Да, да, да. А жизнь продолжается. Да, жизнь продолжается. Все-таки мы надеемся. А ты знаешь, какой праздник скоро? Новый год. Ах ты! Держи. Спасибо. Это тебе. Все на Новый год делаете дома? Ну, на Новый год мы всегда накрываем большой стол, зовем наших родственников и друзей и садимся с ними. Ну, такой маленький узкий круг людей. А наряжаете как-то квартиру? Да, елку ставим, наряжаем ее. У нас целый ящик этих игрушек новогодних. А кто на Новый год приходит детям? Дед Мороз. Что делает? Приносит подарки. Тебе приносил? Да. Один приходил? Как выглядит Дед Мороз, расскажи. Ну, вот такой. Вот прям такой и приходил? Не, не видел. Я тоже буду маленьким Дедом Морозом, все-таки Новый год впереди. К ребенку нужно приходить с подарками. Это тебе конфетки. Спасибо большое. К Новому году. Скажи, а вот, Полин, если бы вот Дед Мороз завтра пришел к тебе в гости и тебе довелось попросить его о чем-то больше всего, о чем бы ты его попросила? Чтобы всегда был мир. И чтобы дети прыгали и бегали, чтобы они были всегда радостные. Чтобы закончилась война. Серьезно? Угу. Именно это больше всего тебе нужно? Угу. Дедушка Мороз, я хочу, чтобы война закончилась. И было все хорошо, чтобы закончилась война. А сладости всякие там дети просят. Нет? Чтобы закончилась война. Чтобы не стреляли. Чтобы мой братик не боялся. И всяких обстрелов. Дядя Бах. Чтобы закончилась война. Чтобы все ходили в школу, сидели за партой. Получали все пятерки. И чтобы война закончилась. И все ходили гулять, встречались со своими друзьями. И чтобы нас не побахли. И чтобы наступил мир. Чтобы закончилась война. Ну и... Это что, прилет? Отлет? Мира всегда. Мира? Да. Я хочу. Чтобы война закончилась. Как думаешь, Дед Мороз мир подарит? Да. Скоро? Да. Дедушка Мороз, я хочу, чтобы ты сделал так, чтобы война закончилась. Чтобы все люди стали счастливы. И чтобы никто не страдал. А я бы хотела, чтобы вся наша планета была в безопасности. И чтобы все люди радовались, чем все могли. Мы с вами в своем детстве, о чем мы могли просить Деда Мороза? Да. О сладостях, об игрушках. Мы так просим сейчас мира. А эти дети, да. Да, да, да. Только мир. Конечно, они хотят так же, как и все дети, да, те, которые не знают, что это такое. Хотят и компьютер хороший, да, поехать куда-нибудь. Конечно. Но самое главное – это мир. Все наши рисуночки, если там какие-то темы, обязательно должно быть слово «мир». А если бы у тебя была возможность кому-то в России подарить такого снеговика, ты бы кому его подарила? Путина. Давайте будем дружить друг с другом, как птица с небом, как поле с плугом, как ветер с морем, трава с дождями, как кружит солнце со всеми нами. Давайте будем к тому стремиться, чтоб нас любили и зверь, и птица, и доверяли повсюду нам, как самым верным своим друзьям. Чёрное небо с солнцами светит, стонет родной Донбасс. Путина. 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 Путина.